Я часто слышу от людей слова в духе «У меня была ужасная медитация, плохая», либо «У меня вообще не получается медитировать, я к этому не способен». И когда я спрашиваю, а в чем же, собственно, дело, почему вы считаете, что медитация была плохой или вы к ней не способны, люди отвечают что-то в духе «Ну вот я сел, у меня было слишком много мыслей, у меня был беспокойный ум, мне не удалось остановить мысли». И на основании этого человек делает вывод, что у него нет способности к медитации или что это была плохая медитация. И на самом деле это просто показывает, что человек не очень-то понимает, в чем заключается сама медитация. Часто я встречаюсь с таким убеждением, что медитация — это когда ты просто садишься, закрываешь глаза и испытываешь сразу же какой-то огромный поток блаженства, благости, умиротворения, спокойствия. Вот достаточно просто сесть, закрыть глаза, и все это случается. К этому моменту ты уже пробовал несколько раз помедитировать, и я думаю, ты сам отлично знаешь, что на практике все совсем по-другому. Ты закрываешь глаза, и никакого там спокойствия нет. Его сначала надо заслужить. Воспитать свой ум, сделать свое внимание послушным, и только потом постепенно у нас возникают какие-то хорошие состояния. Поэтому очень важно, чтобы ты понимал, что на самом деле происходит в медитации, для того чтобы у тебя не было каких-то нереалистичных ожиданий. Я хочу, чтобы ты относился к практике медитации, как к честной работе над собой, как к тренировке своего внимания. И чтобы на самом деле происходит в медитации, я думаю, ты теперь это знаешь по своему опыту. Вот ты сел, ты закрыл глаза, начал осознавать свое дыхание, и вот ум отвлекся на что-то, на какую-то мысль, на какую-то идею, на какую-то эмоцию, и ты потерял осознанность. То есть ты осознал, что ты потерял осознанность, тонким усилием внимание вернул обратно до дыхания. Но не прошло еще и 10 секунд, как ум снова отвлекается на что-то другое. И, возможно, тебя начинает это уже как-то злить и раздражать. То есть ты понимаешь, что ум, внимание живет какой-то своей жизнью, и тебе не подчиняется. И на самом деле на первых порах вся медитация сводится к тому, что ум постоянно будет отвлекаться, и тебе постоянно надо возвращать его обратно. Вновь и вновь. Каждое, возможно, 10 секунд, возможно, даже чаще. За вот эту одну короткую сессию медитации, возможно, тебе придется сделать это несколько десятков, если не сотен раз. И этот процесс возвращения внимания обратно – это и есть тренировка твоего внимания. С каждым разом, когда ты возвращаешь внимание обратно на дыхание, ты вот эту мышцу осознанности, внимание прокачиваешь. Мы уже говорили про то, что медитация – это тренировка. Вот именно вот это возвращение внимания обратно – это и есть тренировка для твоего ума, как тренажерный залп. И это не должно тебя расстраивать. Это абсолютно нормально. Эта стадия, она может быть довольно монотонной, такой скучной, иногда даже выматывающей. Ну сколько можно? Сколько ум будет отвлекаться? Расслабься. Ум постоянно о чем-то думает. Это его природа. Ты не можешь победить природу ума. Ум будет отвлекаться. И пусть он отвлекается на самом деле. Наша задача – возвращать внимание обратно. Вновь и вновь мы возвращаем внимание обратно. И эта тренировка будет давать свои плоды. Ты увидишь, как постепенно твое внимание становится все более четким, все более послушным. Ты уже не будешь так часто отвлекаться. Я смотрю, тебе интересна тема медитации. И на самом деле очень много информации про медитацию. Куча роликов на YouTube. Если ты наберешь в Google, ты увидишь тысячи разных ссылок. Как во всем этом многообразии вообще сориентироваться? Я предлагаю тебе перейти к практике и подписаться, чтобы получить 10 бесплатных занятий по медитации из моего курса Mind Detox. Этот курс прошло уже более 200 тысяч человек. И они научились. И теперь, возможно, пришла очередь для тебя. Иначе ты можешь потратить просто кучу своего времени, собирая то тут, то там различную разрозненную информацию. Я предлагаю тебе методику, которая проверена годами, которая протестирована на тысячах моих студентов. Это лучший курс по медитации на русском языке. Подписывайся и проходи. Ну и напоследок я обещал поделиться некоторыми практическими советами, как побороть сонливость в медитации. Во-первых, очень многое зависит от времени, когда ты медитируешь. Вот если ты обратишь внимание, то на протяжении дня твое качество внимания меняется. Иногда бывают такие вот промежутки, когда внимание очень слабое, когда ты вот практически засыпаешь. И наоборот, бывают какие-то промежутки в течение дня, какие-то часы, возможно, у тебя это часы утром или днем, когда ты максимально бодрый, когда твое внимание естественным образом очень такое хорошее и высокое. Я советую начинающим практиковать как раз вот в такие часы, когда ваше внимание находится на хорошем высоком уровне. Вспомним про то, что медитация — это навык, и я бы сравнил его с навыком, например, вождения машины. Когда мы только учимся водить машину, то мы все-таки стараемся делать это в дневное время и на сухой дороге. То есть мы не создаем сами для себя сложности, практикуя свои навыки ночью во время снегопада. Разумеется, потом мы учимся управлять машиной в разных условиях. То же самое с медитацией. Но вначале хорошо, если ты будешь делать свою практику в то время, когда ты чувствуешь, что ты бодрый изначально. Это важно. Еще помогает перед тем, как ты будешь заниматься медитацией, сделать небольшую физическую разминку, немного размять тело. Хорошо помогает, если ты сделаешь небольшую прогулку, подышишь свежим воздухом, возможно, сделаешь какие-то дыхательные практики из йоги, если ты знаешь их. Хорошо помогает растереть уши. Вот когда ты уже сел перед практикой, ты можешь до горяча растереть руками уши, растереть двумя пальцами область между бровей. Возможно, помассировать кожу головы, немного вытянуть, потянуть волосы. И ты почувствуешь, как у тебя энергия осознанности больше пошла в голову. Это поможет тебе провести медитацию больше в зеленой зоне, чем в серой. Интересно, но очень хорошо работает внутренняя настройка перед практикой. Очень много зависит от твоей внутренней настройки. То есть, когда ты садишься медитировать, просто буквально вот про себя удели внимание настройке. Скажи себе, я сажусь для того, чтобы тренировать свое внимание. И в этой практике я буду делать вот эту внутреннюю работу, буду делать ее качественно, усердно. Вот такая настройка позволит тебе в течение медитации все-таки свое внимание поддерживать на высоком уровне. И наоборот, если у тебя настройка другая, если ты садишься в медитацию и думаешь, ну вот сейчас я наконец расслаблюсь, маленечко подремлю, то не удивляйся, если очень быстро ты начнешь засыпать. Очень хорошо также помогает перед медитацией принять контрастный душ, возможно, даже холодный душ, тоже, чтобы чувствовать такую внутреннюю свежесть. Если ты чувствуешь, что изначально все было хорошо, настрой был хороший, но в самой медитации вот эта сонливость, она начинает тебя поглощать, попробуй открыть глаза, пустить немного света в глаза. Это поможет тебе не уснуть. Но даже если ты чувствуешь, что в этой конкретной медитации сонливость все-таки тебя победила, ничего страшного, не вини себя. С сонливостью в медитации сталкивается абсолютно каждый человек, и не только начинающий, и опытный тоже. Просто делай дальше, продолжай дальше. Следующий день — это новая медитация, и она пройдет совершенно по-другому. Возможно, ты уже обратил внимание, что каждая медитация, она уникальна. Это уникальный опыт, в котором есть своя динамика, и поэтому просто продолжай, не зацикливайся на каких-то своих неудачах.